Здравствуйте, мои дорогие! Я Дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 26 января. И многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Якова. Это имя имеет древнееврейское происхождение и переводится как «следующий по пятам». Небесным покровителем его является преподобный Яков Низибийский, епископ. В середине четвертого века жил Яков. С раннего детства шумным играм он предпочитал уединение, в котором предавался мыслям о Создателе. Так чуть повзрослев, он отправился жить в горы, где нес самые строгие подвиги. Жил под открытым небом, питался древесными плодами и зеленью. Все время он посвящал молитвенным беседам с Господом Богом. Когда на престол взошел император Максимиан, Яков не побоялся и пришел в город, где стал обличать богоотступников. Так среди народа он прославился своим мужественным исповеданием веры. Со временем Низибийские жители избрали его епископом. Этот сан был абсолютно заслужен, ведь святой вел строгую благочестивую жизнь. Святитель Яков прославился своей горячей ревностью к православной вере, великими чудесами и даром прозорливости. Его молитвами Низибия была спасена от нашествия запора царя Персидского. Защищал он не только народ свой, но и веру христианскую, выступив на Первом Вселенском соборе. Своей высокой нравственной жизнью он сильно влиял на сердца слушателей. Ни разу за все служение он не подвел свою паству, чем доказал, что, избрав его, люди сделали правильный выбор. Дожил Яков до глубокой старости и мирно скончался. А также своими молитвами с Днем Ангела мы поздравляем Ермила, Елизара и Петра. Напоминаю, что самим именинникам следует посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!